Я напомню, что мы по традиции обсуждаем темы с экспертами, поэтому сейчас на связи с нами Олег Саакян, политолог, соучредитель национальной платформы стойкости и сплоченности. Олег, приветствую. Рад видеть и слышать. Взаимно. По поводу формулы мира украинской, ну по сути это формула мира Зеленского, да, там есть 10 шагов. То, что Китай может либо не может, ну по крайней мере Великобритания его призывает присоединиться, мне всегда достаточно сложно представить, что если у КНР есть свой там мирный план, да, который они презентовали, и они могут от него, например, отступить и встать на позиции Украины, да, в вопросе. Хотя мы знаем, что Китай преследует, в частности, в первую очередь свои интересы, но так или иначе после визита Си Цзиньпина состоялся телефонный разговор между президентом Зеленским и, собственно, лидером Китая, Китайской Народной Республики. Далее, что вот он может действительно встать на сторону Украины, либо, ну хотя бы поддержать, особенно после голосования за резолюцию ООН против России? Комплексный вопрос. Ну, на самом деле, начнем с понятий. Господин Фисенко в синхроне очень правильно обозначил, что мирный план Украины не является полноценным планом. Это скорее некие принципы, это скорее некий комплекс подходов и проблематик. То есть мы заявили некую повестку и наш периметр и видение ее. Так же и мирный план Китая. Он является куда более даже декларативным и более эфемерным, нежели украинский план. Если в украинском есть конкретные позиции, которые апеллируют к конкретным проблемам, с которыми столкнулся мир, то китайский план — это, собственно, вообще декларация за все хорошее против всего плохого, который является, знаете, таким подорожником, который хоть край не прикладывая, но только в действительности он не залечит эту рану российско-украинской войны и не может остановить войну. И, в общем, этот план не является состоятельным для того, чтобы применить прикладным образом. Поэтому Китай не будет, конечно, присоединяться к украинской формуле, и Китай не для того свой план предлагал. Для них он выполняет несколько вполне понятных и конкретных задач. Первая задача — это Китаю необходимо было выдать что-то, поскольку иначе они теряли свое лидерство, вернее, не пользовались возможностью заявить свое лидерство и, соответственно, начинали уже пости задних и реагировать на ситуацию. Ведь все чаще взор оборачивался к ним, и тем более, что Россия все время торговала фактором Китая, как неким, знаете, есть воображаемые друзья, есть воображаемые союзники. Вот Китай был таким воображаемым союзником российской власти. И Китаю необходимо было отпозиционироваться от России и продемонстрировать, что у них есть собственное видение и собственная позиция. Вторая задача — это заявить свое лидерство для третьих стран, скажем, глобального юга, тех стран, которые находятся в позиции условной нейтральности, не сказать безучастности, поскольку мы имеем дело с агрессивной войной, с преступлением, когда одна страна не спровоцированно нападает на другую. Это не территориальный конфликт, например, либо какое-то долгоиграющее противостояние, где справедливость в разных видах может быть с разных сторон. Нет, здесь все однозначно. Здесь есть резолюция Генеральной Ассамблеи, он есть сейчас ордер на арест Путина за депортацию и похищение украинских детей. Есть множество других решений и материалов, которые свидетельствуют и говорят о том, что мы имеем дело с преступлением, с войной, за которую понесут свою ответственность под трибуналом военно-политического руководства России. Так вот, в этом случае Китаю важно собрать под свои флаги все те страны, которые не готовы становиться на сторону России или на сторону Украины и цивилизованного мира, те, которые хотят отсидеться. Китай говорит, давайте сплочайтесь вокруг нас и поднимает этот план эфемерного абсолютно предложения китайского, которое просто является идеологическим подспорьем для того, чтобы собрать всех под свои флаги и заявить свое лидерство в этой когорте стран. Ну и в-третьих, для Китая это важно еще с точки зрения заявления себя как точки переговоров с другими странами, ведь не зря Китай создал институт спецпредставителя, который будет заниматься отнюдь не только черночной дипломатией между Москвой и Киевом. Он будет встречаться и в Брюсселе, и в Берлине, и в Вашингтоне, и в Париже, в других столицах, в Дели, в различных уголках мира, где так или иначе будет необходимо Китаю актуализировать свою роль и свой вес в вопросах российско-украинской войны. Но почему же Китай не присоединится еще к плану Украины? И вообще к любому другому инициативе. Потому что для Китая важно сейчас торговаться Западом и оставить для себя возможность шантажировать поставками оружия России и возможной военной помощью России. Это козырь в руках Пекина, который он просто так не отдаст. Это не говорит о том, что Китай готов помогать России, но Китай готов блефовать этой картой. И, соответственно, сейчас вся битва вокруг роли Китая происходит по следующей линии. Украина прежде всего. И наши партнеры фактически стимулируют, не сказать, загоняют Китай в позицию, когда Китаю необходимо определиться. Если Китай посредник, если он нейтральная сторона, то он должен назвать вещи своими именами. И, соответственно, сказать, Россия агрессор, Украина жертва. Тем самым отрезать для себя возможность военной помощи России. И тогда это честная позиция нейтральности, и она вполне устраивает многих. Поскольку Китай даже в нейтральной позиции, он в данном случае является частью позитивного уравнения. Это отрезание возможности Китая помогать России и, соответственно, помощь миру. Никто не ожидает от того, что Китай станет частью решения. Вот тут на самом деле все это больше дипломатические и символические заявления о том, что Китай должен повлиять на Москву. Все остальное — это отдельный трек такого себе дипломатического троллинга, в котором Соединенные Штаты и Украина, Запад подталкивает Китай к тому, чтобы они отыграли более активную роль. Понимая, что Китай этого не сделает, но делает орум для того, чтобы Китай и не помогал России. В общем, это блеф с обоих сторон. О мирном плане Украины необходимо еще обозначить, мне кажется, один момент. Он не связан прямо с Российско-Украинской войной, и он не о решении сугубо Российско-Украинской войны. Он скорее актуализирует те проблемы и те слабости, которые проявились, о которых на самом деле эксперты знали давно, в коллективной системе безопасности и в мироустройстве. Собственно, апеллирует к тем проблемам, которые и сделали возможными российское нападение против Украины, что мир не смог его предотвратить и не смог отреагировать на него эффективно, и не может сейчас остановить Россию. И фактически, когда идет речь о продовольственной безопасности, это о том, чтобы не только Россия не могла шантажировать мир, но и кто-либо другой не мог. Когда идет речь об энергетической безопасности, ровно то же самое, об ядерном компоненте. Это первые три пункта, например, плана Зеленского. Либо когда идет речь об освобождении всех пленных, это уже шире о том, что существующие механизмы обмена пленными, которые были созданы в Женевской конвенции, очевидно, неэффективны в сегодняшнем дне, не дают тех запрограммированных результатов, которые есть. И дальше, дальше, дальше по списку, доходя до вопросов фиксации окончания войны, об возвращении справедливости, трибунале и всем остальном. На фронтах Российско-Украинской войны решается судьба не только украинского государства, но и того, каким будет после окончания Российско-Украинской войны мир. Он будет безопасней, и для этого необходимо сейчас сделать целый ряд шагов и сделать работу над ошибками не только Украине, а прежде всего миру. Либо этот мир станет куда более небезопасным, и мы увидим тотальное сафари и охоту более сильных соседей на своих слабых, перекраивание границ. И, в общем-то, все то, что описывают как Третью мировую, фактически станет нашей рутинной жизнью на многие годы. И это во многом зависит от того, насколько из Российско-Украинской войны будут сделаны выводы. Конечно, необходимым и обязательным условием является победа Украины, но не самодостаточным. Поэтому и украинский план апеллирует не только и не столько к переговорам России и Украины и позициям, требованиям Украины к России, сколько к в целом обозначению слабости и проблем мира. Фактически это предъявление миру, зеркало, с тем, чтобы посмотреть, насколько накопилось много проблем со временой Второй мировой войны, которые многие годы загоняли под ковер и не решали. Ну, я напомню, что формула мира состоит из... Украинская формула мира, формула Зеленского состоит из десяти пунктов, включая, среди прочего, ядерную, энергетическую, продовольственную безопасность, освобождение всех пленных, вывод российских войск с территории Украины, да, для начала переговоров как минимум, а также требования создания трибунала по военным преступлениям России. И вот тут приведу формулировку политолога Владимира Фисенко. В этом пункте речь идет о необходимости наказания военных преступников. Это главное. В какой форме это произойдет, это предмет переговоров, это не конкретный мирный план, это формулирование принципов нашей позиции. Тут сразу объединю два пункта. Наказание военных преступников и Нюрнберг-2, да, назовем его так. Специальный трибунал для кремлевских преступников, которые совершили акт агрессии, вторжения прямого, полномасштабного, точнее, и развязали полномасштабную войну России против Украины. Вот, соответственно, как усадить на скамью подсудимых верхушку Кремля, которая в этом виновата, если ядерная безопасность тоже обсуждается, а Россия все время грозит миру своей ядерной дубинкой. Вот как усадить условного Путина, или не условного, а безусловно, коллективного Путина посадить на скамью подсудимых, если он может дальше грозить стратегическими ядерными ракетами? Это, конечно, хороший вопрос, но на самом деле на него решение давно мир нашел. Это внутренние трансформации в России. Надо понимать, что у России действительно куда более колоссальный ресурс, нежели Украина, и на самом деле еще есть ресурс прочности. Но при этом и метаболизм, если можно так сказать в кавычках, у России куда больше. Поэтому вот в этой вот избитой формуле, пока толстый похудеет, худой, собственно, умрет, она неприменима в нашей ситуации, поскольку худой Украина в данном случае находится на капельнице от всего цивилизованного настроенного мира. А Российская Федерация худеет поля, все свои стратегические резервы не поднямы по часам, ведь они очень сильно переоценили свои возможности. И поэтому, конечно, любая передряга внутренне политическая в России, она фактически сразу будет упираться в выдачу Путина и других военных преступников. То есть это дополнительный еще и элемент давления до момента российского поражения, до момента трансформации внутри России. Это всегда будет карта теперь и внутренне политического противостояния внутри России, которая на низком старте. И по отдельно взятым параметрам мы видим, что он уже происходит, уже начинают накапливать персональный политический, экономический, силовой ресурс различных субъектов внутри России. Недовольство растет. Последние данные, в том числе Левада-центр, срезы по социальным сетям, можно посмотреть по рейтингам информационных телепередач на федеральных телеканалах России. И все это свидетельствует о том, что уровень тревожности в российском обществе кратно возрастает. То есть это еще пока не про страх, не про протест, но это про тревогу. То есть безотносительно конкретным каким-то показателям российское общество испытывает тревожность за свое будущее и, соответственно, растет социальное напряжение. Вот это и является сейчас одним из подспорий, которое поможет международному трибуналу и другим институциям притянуть к ответственности российское военно-политическое руководство и военных преступников. В частности, в тезисе самого господина Фисенко я частично лишь соглашусь и, наверное, дополню, а может быть где-то и противопоставлю ему некоторые свои мысли, поскольку на самом деле речь идет о трех разных уровнях. Один — это, конечно, притягивание к ответственности военно-политического руководства России за акт агрессии. Это то, что очень легко доказывается, это то, почему уже все собрано, и, собственно, вся эта война начиналась в прямом режиме, даже со стороны Российской Федерации, в прямом эфире, так как Россия рассчитывала на быструю победу и, соответственно, даже не заметала следов и не стыдилась показывать свое нечеловеческое и античеловеческое даже лицо. Поэтому они сами создали папочку доказательств на себя. И это то, что легче всего доказать. И это один трек, один направление, одна линия, по которой двигается Украина по созданию этого трибунала. Вторая линия — это военные преступники. И здесь работа Международного криминального суда. Это речь идет не только и не столько про Путина, Шойгу, Герасима и всех остальных. Конечно, они тоже подпадают и сюда, поскольку это отдельное военное преступление. Например, Путин сейчас, которому выдан ордер на арест по делу об депортации украинских детей. Сейчас уже есть резолюция о том, что эта депортация детей считается геноцидом. И, в общем, дальше продвигается, скажем, этот вопрос достаточно быстро, поскольку тут Россия показала все свое вероломное лицо. Очень ярко. И отрицать это практически невозможно. У России даже самым их лучшим друзьям и лоббистам на сегодняшний день доказывать обратное практически нереально и очень токсично для себя. Поэтому это второе направление, где будут отвечать офицеры, солдаты, журналисты и все остальные, кто причастны к военным преступлениям и их совершениям. И третье направление. Это, собственно, осуждение идеологического подспорья сегодняшнего политического режима России. И вообще той основы, которая стала фундаментом или платформой идеологической для российской агрессии. Сейчас Верховная Рада приняла постановление, в котором четко дает обозначение характеристики и критерии, что такое расшизм. И вводит это понятие в нормативный дискурс. Это, в частности, сейчас направлено на то, чтобы простимулировать и ускорить процессы осмысления того, с чем мы имеем дело с точки зрения идеологии и культуры, которые сейчас доминируют в России. Ведь расшизм является таким себе сплавом не только традиций и практик идеологических основ нацистской Германии, но при этом и российского шовинизма на основе большевизма советского и также российского империализма. То есть всех тех хронических болезней, которые Россия не проработала за последние столетия-два. И Россия не отказалась от колониализма, например, как это сделали Франции. Очень больно для себя, в частности, последнее. Отказ был от Алжира и переосмысление вообще собственной роли, как государство, переоснование фактически государства пришлось создать. Британия, которая отказывалась от колониализма, ей тоже очень тяжко это давалось. В частности, ирландский кейс для Британии был очень сложен. Но, тем не менее, глазами и устами поэтов, философов, журналистов, политиков, военных элит этих стран произошло переосмысление, осуждение этих преступлений и правильное их вписание на страничке собственной истории. В России этого не происходило, российская империя не осуждена, большевизм не осужден. Сталин в результате сейчас гларифицирован и введен в учебнике истории в официальный пантеон сегодняшняя политическая мифа России. Так же само, как и Ленин, Екатерина II, Петр I, Иван Грозный. И дальше можно идти по списку. Поэтому тут есть третье основание. Это мир должен для себя открыть реальную Россию и переосмыслить, с чем мы имеем дело, осмыслить, вернее, это. И Россия должна будет имплементировать у себя, ну, скажем, политику дирошизации, для того, чтобы будущее российское поколение понимало, почему, например, в Одессе сносят памятники Екатерине II, за какие такие, в кавычках, заслуги по отношению к украинскому обществу это происходит. Ведь рядовой россиянин сегодняшний даже этого не знает. В их учебниках про это они пишут, их литература эта вырезана. И, соответственно, он воспринимает как, извините, а почему украинцы так взъелись на эту, извините, тетку? Ведь что-то великое сделала, что-то хорошее делала. Что она им плохого сделала, собственно? Задается вопросом некий мой российский ровесник, так как он этого не знает. Вот это тоже к вопросу об ответственности о трибуналах и о осуждении идеологии, которой сейчас руководствуется Россия. Иначе ненаказанное зло, прерачено по-украински, оно будет повторяться. И это мы уже видели после развала Российской империи, после Советского Союза. И снова мир не должен наступить на эти грабли после того, как упадет путинский режим. Ну вот еще одну цитату позволю себе привести. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергис посоветовал тем, кто призывает к мирным переговорам, адресовать свои призывы президенту Российской Федерации, о чем он написал в Твиттер. Предлагаю послушать и обсудить. Не просите обе стороны обсудить мир после вторжения. Говорите захватчику, чтобы он уходил. Те, кто хочет мира, должны обращаться со своими требованиями к Путину, а не к Зеленскому. Габриэлюс Лансбергис, министр иностранных дел Литвы. Еще раз обращусь к формуле мира. Один из пунктов – это как раз вывод войск всех российских с территории Украины. Очень сомневаюсь в том, что это произойдет. Поэтому у меня будет вопрос следующий. Когда Украина выйдет на свои границы 1991 года, в конце концов, будет ли это означать глобальное окончание войны и победу в этой войне? Нет, это необходимое, но не самодостаточное условие. Есть еще целый ряд условий, которые должны быть соблюдены. И на самом деле я бы вообще отказывался по тезису о границах 1991 года. Он является ложным по своей смысловой нагрузке, поскольку это границы 2013 года. То, что в 1991 году они были установлены, это, конечно, юридический факт. Но мы прожили с ними 22 года до того, как Россия решила, что она может у нас попробовать оттяпать территории. И в данном случае Коррек некуда говорить, что это границы 2013 года. И мы в них вернемся. И мы восстановим свою территориальную целость и суверенитет. Но также параллельно с этим необходимо, чтобы была обеспечена безопасность, поскольку если Россия сможет после этого через заборы встреливать нас, то вопрос об развитии экономики, об восстановлении, об работе аэропортов, о всем остальном, начиная от глобального до бытового, он не будет стоять в повестке. Соответственно, это не будет мир. Это будет просто состояние тлеющего конфликта, которое нам не нужно. Третий момент — это притягивание к ответственности. Опять же, если не осудить, если не принять к ответственности, то это надвисающая угроза над всем миром. Россия будет продолжать оставаться пороховой бочкой, которая в любой момент может снова разразиться новым витком агрессии против своих соседей. Ведь политика реваншизма, эридентизма, защита русскоязычной, защита еще кого-нибудь — это все остается. Четвертое — это ядерная боеголовка. Россия будет и дальше тогда угрожать ядерным оружием. И, соответственно, то, что мы вышли на границы, не обезопасит мир от этого. Ну и пятое, конечно, также важно то, что в данном случае диктаторская, скажем, часть мира, недемократическая, она будет пользоваться Россией как ударным кулаком и тараном для того, чтобы и дальше расшатывать миропорядок. А миропорядок тогда продемонстрирует свою дефолтность. И фактически мы действительно войдем в пролог, либо в полноценную третью мировую, чего бы крайне не хотелось бы, я думаю, никому на этом шарике. А планета у нас, как показал ковид, очень-очень небольшая. Когда предлагают мирные переговоры, делают одну очень, либо сознательно, либо несознательно, есть и такие случаи, делают одну очень серьезную подмену понятий. Мы имеем дело не с конфликтом, например, за территорией или за что-то. Это условно, если мы перейдем на бытовой уровень, то это не конфликт за то, кому достанется машина. Это конфликт экстациональный. Россия идет с идеями отрицания существования Украины, уничтожения Украины как нации. Да, часть населения Россия готова оставить. Да, может быть, формальные атрибуты государственности с условным правительством а-ля Виши Россия готова была бы здесь сохранить. Мы помним, это и раньше делалось по отношению к Финляндии еще, Советской России. И вообще эта идея народных республик, она же пришла нам неоткуда. Можно до десятка разных примеров в истории России найти, когда они создавали подобное правительство в Экзиле, скомплектовали его в России и провозглашали, что это будет действительным правительством тех или других захваченных стран. И в данном случае мы имеем дело с экстациональной угрозой, экстациональным конфликтом. То есть в бытовом уровне это скорее преступление, когда кто-то взял мачете и пошел просто резать людей на улицу и нападает на жертву. И вот тогда, наверное, те механизмы, которые применяются в случае спора за машину, это неподходящие механизмы. Нам не нужны сейчас фасилитаторы, диалогеры и посредники, которые просто сядут и уравновесят интересы. Нам необходим сейчас полицейский, прокурор и судья. Полицейский, который остановит преступника, остановит преступление, потому что если этот псих продолжает рубать людей направо и налево, то разбираться в его психике, психологии и то, почему он решил совершить это преступление, может, его кто-то в детстве головой ронял, либо кто-то его обидел из окружающих, наверное, не лучший способ. Сначала полицейский должен его остановить. Потом прокурор должен сделать свою работу, и потом судья должен вынести свой вердикт. А после этого действительно начинается процесс примирения. Можем посмотреть на сегодняшние отношения Франции и Германии. Это замечательнейший пример примирения. Но когда мы на него смотрим, мы должны помнить, что прошла Германия, какой процесс деноцификации и какой процесс покаяния и перестраивания себя, в том числе при помощи мира, для того, чтобы это стало возможным. Только после того, когда закончено преступление, когда притянуты к ответственности и сделаны выводы. Иначе, если сейчас требовать переговоров, то, извините, это как помочь преступнику поддержать жертву для того, чтобы он поскорее закончил свое преступление. Это, наоборот, помощь агрессору. И здесь представители наших друзей, дружественных стран и те, кто понимает прекрасно, что такое братские объятия России, абсолютно правы в своих заявлениях, что все эти речи необходимо направлять и просьбы в Кремль, а не в Киев. Соглашусь с вами, Олег. Благодарю, как всегда, за эти разъяснения, за этот разговор. Олег Саакян, политолог, соучредитель национальной платформы стойкости и сплоченности, только что был в эфире.